Продолжение следует... Помимо широко известных, есть еще куча других, которые в основном связаны с психологией Фрейда. Сейчас вы услышите о 10 самых странных когда-либо диагностированных расстройствах. Первое. Разделенный мозг. Это происходит, когда мозолистое тело, комок нервов, соединяющий правое и левое полушария, вырезан. Это делают специально, чтобы излечить пациента от эпилепсии, но в итоге это может вызвать осложнение, проблемы с координацией, обработкой информации и даже раздвоение личности. Второе. Синдром Катара. Он был открыт доктором Жюлем Катаром в 1880-х. Пациенты с таким синдромом уверены, что они умерли и прекратили существование. Они даже требуют устроить им похороны. Это часто сопутствует другим заболеваниям – шизофрении или депрессии. Лечится медикаментозно или электросудорожной терапией. Третье. Синдром Фрегали. Часто происходит и у шизофреников. Проявляется в том, что больной убежден, что окружающие его люди – это один человек, который его преследует, постоянно меняя внешний вид. Четвертое. Синдром Стендаля. Назван в честь французского писателя, который впадал в бред при виде флорентийского искусства. У пациентов может кружиться голова или даже появляться галлюцинации, когда они видят перед собой значимый для них объект. Пятое. Диссоциативное расстройство идентичности. Возможно, вы знаете это как раздвоение личности. Проявляется в том, что несколько личностей меняются внутри одного человека. Шестое. Синдром Алисы в Стране Чудес. Такое странное имя носит отклонение, когда человек искаженно воспринимает время, а также свое тело. Прямо как Алиса, когда она вырастала и уменьшалась. Седьмое. Парамнезия дублирования. Это иллюзия, связанная с повреждением мозга от инсульта. Пациент думает, что какое-то знакомое ему место часто собственный дом размножили, и оно одновременно существует в разных местах. Восьмое. Лимский синдром. Противоположность всем известному стокгольмскому синдрому. Он происходит, когда похититель начинает испытывать симпатию к своей жертве. Он назван так из-за истории перуанского психиатра Мануэля Куоррелла, чьи похитители сначала обратились к нему за советом по психологии, а затем вообще отпустили, и даже дали денег на такси. Девятое. Триска и декафобия. Для кого-то число 13 несчастливое, но некоторых людей оно вообще заставляет испытывать панические атаки. Часто эта фобия сопутствует стрессовому расстройству. Десятое. Прыгающие французы. Это расстройство пока не классифицировано. Оно было диагностировано у франко-канадских дровосеков, которые очень ярко реагировали на неожиданные стимулы. Любая неожиданность заставляла их неконтролируемо прыгать. Также они могли разреветься или начать выполнять небольшие команды, например, сесть, если вы неожиданно их попросите. Вот и все. Какое из этих расстройств кажется вам самым интересным? О чем бы вы хотели услышать подробнее? Напишите об этом в комментариях. До скорого!